Заним лидером, например, в семье или в коллективе. На понтах, только он перепонтит, вот так вот взаимодействует. Я лучше, я круче. Вот, а второй говорит, я круче. И так вот они взаимодействуют. А как еще взаимодействовать? Как сам вопрос задан такой ответ. Ну то есть взаимодействовать как люди? Ну то есть есть люди, а есть понты. Надо понты, ну чем ты круче, тем больше понтов, конечно. Вот как я в Казахстане был, смотрю, у них там все помпезное, сейчас рабство, химрад, тоже все помпезное, все такое. Я спрашиваю, хочу такое, почему они мне говорят, казах, беспонтовый казах. Ну ладно, хорошо, принято. Вот, то есть, если ты лидер, ты должен лучше общаться, чем все остальные, как квалификация лидера уметь общаться. Если человек не может общаться, уже под сомнение можно поставить его лидерские качества. То есть сама позиция лидера не означает, что человек должен со всеми спорить, ругаться, ему правильное представление. Лидер – это сильный человек, но сильный человек не обязательно должен спорить. Он может себя подобным аккуратно внести. Просто лидерство означает сила, это однозначно. И если говорить о воспитании детей, то однозначно, что воспитывать лидеров детей придется по-другому совсем, не как обычные детей. И там просто есть три категории лидеров, которые мы изучаем это, и каждая категория лидеров у ребенка совершенно отличается, ведет себя иначе. Поэтому придется по-разному общаться, тоже самый дикий поведение с лидерами отличается. Если ты понимаешь, что за категория лидеров перед тобой, то нужно учитывать это в отношениях. Иначе будет конфликт. Какое возможно? Конечно, с сильными людьми большая вероятность конфликта. Со слабыми – меньшая вероятность. Но есть люди благостные, страстные, невежественные. Лидеры тоже бывают, невежественные, с ним вообще невозможно нормально общаться. Чем сильнее человек, еще и невежественные – это вообще гремучая смесь. Страстный человек – тяжелее, благостный – легче. Если человек лидер и благостный, вообще классно с ним общаться. Он хороший. Страстный лидер – тяжелее. Когда не надо, он весь ласкерый. Когда не надо, он сразу такой включает. Мину и пошел. С лидерами может быть тяжелее. Но если ты правильно настроен, лидер правильно настроен. Конечно, с ними всегда, когда ты с лидером неправильно себя ведешь, могут быть проблемы. Это некоторые тигры в себе заводят тоже. И если ты правильно с ним себя ведешь, вообще никаких проблем. Но если неправильно, может порвать. А Наталья из Омска спрашивает, а как узнать, являешься ли ты лидером? Я, знаете, как узнал, что я являюсь лидером. Я, когда в медицинске учился, я приходил в палаты и говорил всем, кому нужна помощь. Я всем помогал, кому точки нажимал, кому советы давал. И один научный сотрудник, серьезный такой человек, говорил, ты можешь нам лекции, прочитать по здоровью лекции для моих сотрудников в научно-исследовательском институте? Я так напрягся сильно, например. Мне было 24 года, и лекции читать для дядек, тетек, там, серьезно, мне было очень сложно. И когда я пришел туда лекции читать, у меня даже коленки тряслись. Первый раз там человек 40 сидел, наверное. И я, когда начал рассказывать, им они смотрю, так очень сильно начали слушать внимательно. Ну, я потом разошелся, и все. И потом уже, только когда первый раз я зашел в зал, 600 человек, у меня тоже коленки подтряслись чуть-чуть. Но потом разошелся, и все. И проблем не было. Ну, то есть, я узнал, да, узнал, потому что люди так меня воспринимают. Это можно узнать по людям. Вот, допустим, маленький ребенок взять, он не замечает, как он смотрит. Допустим, взгляд человека — это подсознательная вещь. Ты смотришь, просто своим жизненным опытом, всех за прошлую жизнь ты смотришь. Вот маленький ребенок, допустим, рождается, если он первой категории видит, то есть он ученый, то у него очень мудрый взгляд, он смотрит на всех мудрых взглядов. И все такие, о, какой мудрец, родился. Он еще только родился, вообще он даже только глаза открыл. Ему один день он такой, он такой смотрит на всех мудрых взглядов, он такой, все как будет взглядом, такой, ну, смотрит. Все думают, что за такой мудрец родился. А он просто в прошлой жизни был уже там, нет, не директором, он был, допустим, профессором там, или он был священником, это первая категория. Он давал людям знания, поэтому мудро так смотрит на всех. И все, ой, какой ребенок у нас родился. Вторая категория — это руководитель по природе. Он не мудрый взглядом смотрит, вот смотрит таким же, как вы, взглядом. Он смотрит взглядом таким, в чем дело? Вот такой недовольный немножко, такой взгляд такой серьезный, такой сердитый. Он смотрит такой маленький, еще совсем, ну, в чем дело такое? Смотрит, все внимательно, все должно быть правильно. И уже все, о, директор завода родился. Такие все смотрят на него, думают, ну, что, если он такой серьезный взгляд такой, с ним не шути. Все такие сразу, раз, такие, подпочерились, такие все, серьезно себя ведут. Вот, это вторая категория. А он в прошлой жизни был директором завода, он взгляд-то не поменялся. Он еще не понял, куда он попал, он уже ушел из жизни. Память сохраняется с человеком с прошлой жизни, все сохраняется, все, что было. И он, с тем же взглядом, просто другое тело, он еще не понял, в каком теле, а все же сохраняется. Все то же самое, что было, он такой взгляд, он как бы был, такой остался, он ничего не поменялось. Потом третья категория, бизнесмен по природе. Он рождается, и у каждой же категории своя цель в жизни, своя миссия. Вот, в первой категории давать знания, готов мудро выглядеть. У второй категории цель, это власть. А у третьей, то есть, есть три вот этих вот вещи. Есть слава, власть и богатство. Да, а чтобы иметь богатство, для этого нужно быть очень дружелюбным. Дружелюбным, да, таким как бы. И он, маленький ребенок рождается, такой смотрит на всех. И да, дружит сразу, дружит. И все, ой, какой, все улыбается, он все улыбается, глаз тут отмитнивает уже все. Еще за все, кто родился, уже улыбается все. Весь этот несчастливый, думал, ой, какой мальчик у нас родился. А он потом со всеми подругается, и у нас такой в школе был один. Всех сначала вдохновил марки собирать. Всех, весь класс марки собирал из-за него. И потом он менялся марками со всеми. Когда мы посмотрели этот альбом, у него самый крутой, там, всю систему, такие марки крутые. Он говорит, я ни одну марку не купил. Он все менял. Это вот третья категория. Он такой дружелюбный, всех любит, совсем никакой счастливый. Общается природа человека, саморождение, лидер. Первый лидер – мудрость. Вторая лидер – сила. Третий лидер – это способность объединять вокруг себя людей, взаимодействовать, дружить. Три силы, разные силы совершенно. Поэтому каждый лидер имеет свою силу, влияние на других людей. Он особенно отличается. И эта сила будет с самого рождения видна. Невозможно скрыть бриллиант. Вот если камень – бриллиант, даже если он не отточенный, он все равно светится. Просвечивает эта сила камня, драгоценного камня. Человек, который имеет благочестие, накопление, серьезность в прошлой жизни, от него исходит сила. И эту силу никто не может ни заметить, ни вскрыть. С раннего детства детей, которые имеют вторую категорию, назначают в школе старшим, в классе. И все, уже человек видно, он так себя ведет. У него взгляд такой, что или ты подчиняешься, или ты с ним воюешь. И они умеют воевать, они очень правы второй категорию. Если ты не подчиняешься, значит война. Все значит будем отстаивать свое право на то, что ты должен подчиниться, или должен меня уважать, что я старший. С детства они так себя ведут. И по-другому они не будут себя ведут. Потому что это их природа. Допустим, можно считать, что тигр относится к породе кошачьих. Но когда кошка приходит, она улыбает. А тигр всегда лчит. И даже я смотрел видосики, когда тигр с тигрицей встречаются, первое общение, знаете какое? Она на нем. И он такой раз, вот такой, ладно, ладно. Все нормально, он ходит такой, как бы от нее, такой очень смиренный, знаете, добрый такой, она на нем. И потом постепенно подпускается. Такая любовь. Вот, поэтому как бы... Так и человек тоже. Если у него есть сила, ее никуда не денешь. Сила, есть сила. Поэтому есть сильные люди, есть слабые. Это естественно. Надо это признать, этот факт, что есть люди, которые больше сил. Если ты не признаешь, могут быть проблемы в жизни серьезные. Поэтому как узнать, что ты Лидия? Ну как на тебя смотрит? Если люди на тебя смотрят с уважением, они как-то тебе подчиняются. В чем? Вот мне нравилось что-то говорить. Вот у меня Игорев помощник, ему тоже нравится говорить. Он постоянно что-то рассказывает. Ну не в первой категории, он Лидия в первой категории. Мне тоже нравилось говорить, но у меня не было такой амбиции, что меня все должны слушать. Но люди слушают. Раз они слушают, я дальше говорю. Можно определить по реакции людей. Если люди уважают тебя, значит ты лидер. Это с детства происходит. Лидеров с детства уважают. Поэтому и это уже в уважении не просто так возникло. Это благочестие же, это в сердце у человека вот здесь, в области судьбы, находится накопление добрых дел. И когда количество добрых дел превосходит какой-то знаменатель, то с этого момента человек становится лидером. Причем лидеры бывают разного уровня. Бывают очень высокие лидеры, и с самого детства это видно, все высоко пойдет, далеко пойдет. А бывают лидеры поменьше в категории, но тоже лидеры. Некоторые, конечно, пытаются делать вид, что они лидеры, но это смешно будет. Как есть пословица, каждый суслик у себя на поле огромное. Он встает, только в обернолке такой. Очень серьезный вид делает. Но это же легко про лидер, потом понять, лидер ты или нет. Ладно. Треба люди определяют. Не ты сам, некоторые из себя лидеры что-то делают, но люди определяют. Люди как на тебя реагируют, можно так понять. Если ты не видишь, ты можешь делать вид, но никто все равно не среагирует. Если кошка будет из себя тигра строить, тебе будут только смеяться. Она не тигра. Никак не поменяешь ситуацию. Она кошачья, она не тигра. Да, где-то дальше вопрос. Понятно. Так, Светлана Секретенбург спрашивает, может ли быть лидером женщина наравне с мужчиной? И как тогда совмещать женские обязанности, семья, дети с лидерством? Ну, женщина, понимаете, и вот всегда путают, люди путают. Некоторые говорят, женщина слабее, чем мужчина. Ну, вот почему вы так считаете, что она слабеет, женщина? Вот почему вы считаете, что женщина слабее? Вот человек не считает, что женщина слабее. Вообще. И не надо сказать, что мужчина слабее, мужчина. Да, сильнее. Вот некоторые мужчины говорят, сильнее, женщина сильнее. Почему слабее? Мы говорим, женщина слабее. Ну, потому что она так хочет. Она так себя, ей нравится быть слабее, она так себя ставит. Но если говорить о силе человека, то есть два психических таких основных, как бы, есть внешняя психическая такая природа человека, есть внутренняя психическая природа. Внешняя психическая природа у женщин очень чувствительная, податливая, ранимая, деликатная такая, мягкая, нежная, внешняя природа. Она очень сильно подстраивается, она очень сильно может свою внешнюю природу подстраивать в зависимости от ситуации, менять себя. Легко, ей легко, она легко подстраивается к женщине, ей не сложно это делать. А есть внутренняя психическая природа. У женщины внутренняя психическая природа, твердая, как камень, она очень сильная. Внешняя психическая природа называется поведение, поведение человека. Женщины поведение очень податковое, очень податковое, но внутренняя природа называется характер, характер это твое настроение, это твои капризы, твои черты характера. И у женщины характер сильный, фундаментальный, лучше, чем у мужчины, он чистый, у женщины характер чистый, сильный, фундаментальный, правильный, намного сильнее, чем у мужчины. Тут даже никакого сравнения тут не можно. Характер проявляется в близких отношениях, в поведении, когда человека встречаешь, это поведение, в близких отношениях, характер. Когда женщина, допустим, кого-то встречает, она сразу включает очень нежный, мягкий, такой добрый стиль, она такая вся хорошая, но рядом с мужем она может включать все, что угодно. То есть она на него, он такой, ну и первое время подстраиваются люди, подстраиваются, то есть как отношения строятся между мужчиной и женщиной. Мужчине надо признать с самого начала, что у женщины характер сильнее, он сначала брыкается, он сначала пытается ее как бы укротить как-то, на это года 3-4 уходит, но потом он понимает, что это невозможно укротить женщину. И она начинает рулить отношениями, она как бы на него смотрит и такой раз, не знает, что с ней ничего не сделаешь, женщина. Поэтому есть характер, вот, есть характер, вот подтверждает, как бы, если муж подтверждает, что он такой у нас характер, особенный такой. Есть характер, а есть поведение. У мужчины поведение какое? Очень сильное. Он такой, да, он такой крутой, как бы, он все показывает свою силу, все. Но характер очень мягкий. Характер не видно сразу, только когда общаешься, не видно характер у человека. У мужчины не видно характера, но он очень мягкий. И поэтому с правила отношений какие семейные, правила какие? С мужчином надо сквозь поведение идти вглубь. Надо общаться с его характером, не надо с поведением. Он там пришел, работа такая. Не надо это вообще обращать внимание, надо сразу вглубь. Мой хороший, мой дорогой. Сразу в характере ему надо идти, с ним общаться с мужчиной. И тогда будут классные отношения. Не надо женщины бояться поведения мужчины. Дуа, пугаются его, когда пришел с работы злой. Не надо смотреть, обращать внимание на его внешность, на как он себя ведет, как выглядит. Не надо обращать сразу в сердце к нему, в сердце. Женщина должна ближе к сердцу быть. Поэтому надо мужа прикормить. Когда жена мужа прикормила, он ее видит сразу, раз. У него поведение сразу на задний план, характер остается. Характер очень мягкий, очень мягкий. А с женщиной надо все наоборот. Надо характер ее вообще не трогать, не лезть туда, не бухать. Надо только с поведением ее делать. Надо... Как у тебя дела? Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Не надо внутри там, как тут воспринимаешь все. Не надо, как бы, змею гудить. Аккуратненько так, ля-ля-ля-ля-ля-ля, молодец. Все как настроение, все отлично. Ля-ля-ля-ля-ля. Все отлично. А если там, ты понимаешь, некоторый мужчина, ты понимаешь, что ты сказал? Вот этого не надо уже делать. Змею гудить не надо, понимаешь? Она тебе расскажет, как она понимает. Если ты начинаешь выяснять отношения с женщиной, всегда мужчина проигрывает. Поэтому очень мягкий стиль со всем соглашаться, ребят, ребят, все по-доброму. Вот видите разницу, мы сначала разобрали разницу между мужчиной и женщиной. Теперь лидер. Женщина лидер. Что она сладеет? Она действует с помощью характера всегда. Вот она руководит, допустим, людьми с помощью характера. Поведение надо женщине лидер со всеми делать очень мягко. Она со всеми так и улыбается. Василий Петрович, допустим, там на школе был, он опоздал на работу, она ему все равно, Василий Петрович, я рада вас с ним видеть. Вот. А в характере она, он знает, что она очень строго теперь с ним будет себя вести. Все, он как бы получает самые тяжелые задранья. Все как бы. Женщина внешне ведет мягко себя со всеми. Она управляет характером. С ней лучше, все знают, что с ней лучше не связываться. Вот женщина мягко стелит, жестко спает. А мужчина все наоборот. Жестко стелит, мягко спает. Ну то есть она, она тебе улыбается, но все в коллективе тебе уже не улыбаются. Потому что они знают, что если мы тебе будем улыбаться, то нам будет хуже. Потому что ты вам попали находишься. То есть она держит коллектив с помощью характера своего. И женщина управляет с помощью политики, дипломатией. Она не управляет с помощью приказов, которые мы. И она даже увольняет как. Мы воли, мы хорошие, мы вас увольняем. Очень по-доброму. Мужчина наоборот, он такой принципиальный. Он устанавливает свой принцип, а он показывает силу управления. Женщина свою силу никогда не показывает, если она разумная. Мужчина показывает. Теперь вы говорите, как в женщине быть сильным мужчиной? Слабой женщине, как быть сильным мужчиной, если она ведет, он ведет. Так кто вам сказал, что женщина слабая? Где вы это взяли? Она просто выглядит слабой. Это не значит, что она слабая. Да, женщина почему-то считает себя слабой. Вот декообраз, когда ползет, у него иголок не видно. Они у него вот так вот все, до него стереть. И если ты как бы удав, это не значит, что вот раз их не видно, тебе надо его декообраза есть. Иголки все равно есть. Они потом могут, ты когда икнешь, когда его съешь, проглотишь этого удава. Когда икнешь, они же все вопьются. И тебе будет тяжело очень. Дальше переварить в таком виде. Вот. Это просто я видосик видел, как один удав декообразика решил проглотить. Но сначала все хорошо шло, потом он икнул и полки все унесли на лужу. И, знаете, у него жизнь закончилась удавская. Вот. То есть, так и с женщиной тоже. Внешне кажется, что она такая слабая. Главное не икать. Если что-то не так пошло, то вся слабость заканчивается. Начинается сила. Вот. Поэтому я не согласен с тем, что женщины слабее в отношениях между лидерами. Мужчина, женщина. Женщина не слабее однозначно. В личных отношениях женщина сильнее, любая женщина сильнее. Поэтому, когда мужчина выбирает себе жену, он должен учитывать две вещи. Ну, учитывать сильно. Можно много чего учитывать, но вот эти две вещи надо учитывать очень сильно. Первое – ее характер. Ты сможешь проглотить декообразика с такими иголками такой длины. Ну, то есть, ее характер, насколько ты переваришь, как бы, характер. Это первое, что надо учить. Вот. И второе, что надо учить – это ее желание. Потому что у женщины ее желание она не может отменить. Вот, допустим, мужчина что-то хочет, он забывает потом. Женщина никогда не зараживает. Она будет хотеть все время. Она может скрывать, что она хочет, но будет продолжать хотеть. И так будет до конца, пока он не отдаст. Ну, допустим, если женщина любит бриллианты, допустим, она не может их разлюбить. Вот. И если мужчина берет такую жену себе, ему придется покупать бриллианты, а если он не сможет покупать, она будет его все время недовольна. Будет смотреть на него и думать, гад такой, пищалки не покупает. Вот. И так всю жизнь. Ну, не все женщины любят бриллианты. Какие-то любят, допустим, ездить в Дубай. Придется в Дубай ее водить. Вот, ничего не сделаешь. Если ты не повез, то она сразу начинает недовольство проявлять свою. Вот. Другие кошечку любят там, или две, или пять. И вот она, ее, ты придется тебе с кошечками ее брать, иначе она с ума сойдет. И она никто свои предпочтения не поменяет. Это да, вот это надо учитывать. И чем больше лидер женщина, тем больше надо учитывать. Надо обязательно разобраться ее желание, ее характер. И если ты перевариваешь все это, то можешь жениться. То же самое мужчина, он лидер. У него тоже есть два недостатка, которые надо переваривать. Первый недостаток у мужчины, это его, как бы, первый недостаток, это его направленность в жизни. Некоторые мужчины склонны прогрессировать, развиваться в жизни. Другие, наоборот, деградируют. Куда направлена жизнь у человека? Он развивается или нет? Он интересуется самосовершенствованием или просто работает? Он вот только работает, другой работает, телевизор дома. И чем меньше он интересуется самосовершенствованием, тем тяжелее с таким человеком будет жить. И второе, это его привычки. Вот у женщины желание, у мужчины привычки есть. И бывают полезные привычки, это хороший мужчина. А бывают вредные привычки. Вредные привычки, это пьянство, разврат. И их не поменять. Вот если мужчина склонен гулять, он всю жизнь будет склонен гулять. Ничего с ним не сделать, всего только убить можно. Если он склонен выпивать, значит, у жизни будет склонность оставаться такая. Если он склонен там в форекс-клубе играть, значит, или там в казино ходить, значит, у жизни это будет оставаться. И ничего с этим не сделаешь, и надо учитывать. Ты сможешь переварить его привычку. У всех мужчин есть привычки. Потому что у мужчины поведение костное очень. Вот мужчина, допустим, если он работать где-то начал, он вот в этой колье и пойдет в жизни. Ему очень трудно перестроиться. Женщина может здесь работать, там. Мужчины в основном вот они что-то освоили и куда идут. И также характер тоже у мужчин, он трудно очень меняется. Поэтому у лидера это все сильнее проявляется, сильнее проявлены характер, привычки. Как одна женщина недавно брала у нее консультацию. Она живет в Америке. В престижном месте очень. Вот. И она познакомилась с миллиардером. Ну, очень богатым человеком. И вся консультация, она и по здоровью хотела со мной поговорить, и по своим детям там, по всем. Вся консультация, знаете, о чем была? Как рулить? Как... Ну, выйдем нам. Как сохранить отношения с таким сильным, неуправляемым человеком? Ну, то есть, вся беседа была о его поведении. Абсолютно непредсказуемое, неуправляемое поведение. И при этом он там клянется в любви, потом через пять минут пошла вон, там, и так далее. То есть, человек имеет огромное состояние, у него просто, ну, характер просто, ну, не характер, а поведение просто абсолютно неуправляемое. И при этом они любят друг друга. Вот там я и полтора часа рассказывал, как надо действовать, чтобы сохранить семью, отношения. Но очень сложно. У лидера может быть очень бурный, сильный характер. Мы знаем из истории, какой характер был у Наполеона очень сильный, у Гитлера, у Сталина сильный характер. У всех серьезных лидеров там очень сильный характер. У Петра Первого тоже там, с ним опасно было шутить. Вот, когда человек имеет сильную лидерскую позицию, то у него поведение, у мужчины поведение именно, очень сильное поведение. С ним надо аккуратное поведение. А женщина, как лидер, сильный характер. Почему? Поэтому не надо думать, что если мужчина лидер, я женщина лидер, я слабее. Почему так слабее? У каждого своя сила и женская сила в характере, мужская сила в поведении. Но особенности, однозначно, с лидерами в отношениях есть. Они есть. Чем сильнее лидер, тем больше должны в поведении женщина быть устурчивой, мягкой, лояльной. Чем сильнее лидер, ты имеешь дело с сильным лидером, надо очень аккуратно, мягко себя вести. Чем сильнее мягкость в женскую проблему. И наоборот, мужчина, чем сильнее лидер, ему если лидеры живут, тем сильнее он должен с его характером аккуратно себя вести. То есть, аккуратность требуется. Лидеры более сильные люди, там надо очень правильно выстраивать отношения, конечно же. Обои, не только женщины, а также мужчины. Но если женщина не лидер по природе, она с лидером связалась, это папа государства. И отношения разных типов лидеров тоже сложны. Вот руководители с руководителями легко. Руководители, если мужчина ученый по природе, а женщина руководитель, можно ужиться. Но если женщина ученый, мужчина руководитель, у джица уже намного тяжелее. Ее стандарты нравственные, намного выше его стандартов, она постоянно его будет пилить. То же самое, если, допустим, а через один еще хуже, допустим, мужчина ученый, женщина бизнесмен по природе, уже очень сложная ситуация. Или женщина ученый, мужчина бизнесмен, это патовая уже ситуация, вообще. Она его просто не будет переваливать, его выходки для нее будет жесть просто. А если, допустим, лидер любой категории с не лидером, еще хуже. Не ценит, не уважает просто. Самая лучшая ученый с ученым и руководителем, с руководителем бизнесмен с бизнесменом. Но всегда, если у мужчины выше категория, у женщины чуть ниже, тогда легче. А если наоборот, тогда тяжелее. Если мужчина руководитель, женщина бизнесмен, как-то можно выжить. Если женщина руководитель, мужчина бизнесмен, она его не будет переваливать. Просто будет постоянно раздражаться, нервничать. Почему так? Мы можем тоже это обсуждать. Теперь вопросы у меня, Лен, тогда из зала немножко, по лидерству какие-то. Мы вчера мы с ними много говорили. Может, еще какие-то вопросы есть? Кто такие видели? Как? Чего? 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 Ладно, у него вопросы всегда есть. Лена, продолжайте, у нас тут за мной. У нас с Володей особое отношение. У нас сложились с Минской еще, да? Спасибо. Так, Алина Сосонья спрашивает. Муж по должностным обязанностям должен увольнять людей, с которыми сам много лет работал вместе, а потом дома переживает. Как правильно относиться к этой обязанности, чтобы было меньше стресса? Ну, я уверен, что у него есть одна проблема, у мужа. Он не понимает, что увольнение не является чем-то плохим, плохим действием. Вот, допустим, хирург тоже он аппендицит вырезает. Это не значит, что он потом должен... Глазами не мог бы смотреть тому, кому аппендицит. Ну, ты же вырезал, зачем? Чтобы человек выжил. Так же тоже увольняет людей. Ну, не может человек там работать. У нас ходит, всем создаёт проблемы, ну, уводил. Просто увольнять надо с добрым сердцем всех. Ты все, что мог сделал этот человек, потом уводил. Чего переживать? Переживание означает, что он считает, что он сделал что-то плохим. Это не то. Но если ты считаешь, что сделал что-то не то, ну, не увольняй. Попробуй ещё. Но если ты уже пятьдесят раз попробовал, Чего пробовать? Всё понятно? Рождённый пол запитать не сможет. Это правило на работе всегда. Лидер должен понимать природу людей. Она не меняется. Вот ты взял человека... Я всегда говорю вот это, чтобы вы все помнили, вот эту фразу «Валять дурака». Что такое «Валять дурака»? Вы сейчас не ответите «Валять дурака», значит, ничего не делать, там, включать, как бы, эту дурочку. По-другому воспринимайте эту фразу. «Валять дурака» означает «пытаться поднять пьяного». Он лежит, ты его поднимаешь, он опять падает. Называется «Валять дурака». Это такая фраза. И вот это вот, запомните эту фразу, что если вы взяли человека на работу, но он не может, и вы думаете, вот год пройдёт, он сможет. Никогда не сможет. Потому что природа человека меняется очень и очень медленно. Поэтому нужно просто, видишь, не сможет, нас подарить ему весь мир, просто по-доброму уволить и всё. Но не может человека. Не справляет. И он никогда не справится. Можно происхорентировать, десять лет человека держать, но он всё равно не сможет. Потому что он не может. И он может не мочь в чём-то одном, допустим. Он не может. Он всё время мнительный, допустим. Плохо думает о людях. И он так и будет плохо думать, ничего с ним не сделает. Или он, допустим, обижается сильно. Или человек устает на работе, или опаздывает. Или у него нет концентрации. Он что-то делает, раз – пропустил. Всё. Это не изменит. Надо просто человека увольнять. Поэтому увольняет шесть человека с добрым сердцем, увольняет по-доброму. Ты видишь, что он не может там дать ему возможность где-то в другом месте работать. Вот он привязан к этой работе. Ему хочется здесь остаться, он плачет. Но это его проблемы. Бывает такое – ничего не сделаешь. И кто такой лидер? На санскрите руководителя называют кшатри. Кшатри означает, буквально в смысле слова, если переводить, означает насильник. Человек, который должен наказывать – это его природа. Но если ты руководитель, ты должен наказывать. Хоть ты переживай, хоть не переживай, тоже твои проблемы. Ты придёшь наказывать, потому что это твоя природа. Как стоматологу придётся зубы лечить. Хирургу делать операции. Женщине придётся рожать. Можно переживать, можно не переживать. Всё равно придётся рожать. По-любому. Это твоя природа. Ничего не сделаешь. Поэтому, не знаю, что вам ответить на этот вопрос. Мой муж переживает, как ему помочь. Ну, пытайтесь его успокаивать. Но в целом, нет смысла переживать. Вот туда, допустим, в природе, ему придётся всё равно проглатывать зверьков. Можно потом переживать. Главное, пеганку декабра тут не проглатывали. Иначе потом колючки воткнутся. А так, ты что, переживай, не переживай, и всё. Рода не изменишь. Спасибо. Так, готовится Петер Мария. Пока Питер готовится, Юрий Сбрознов спрашивает. После перехода на руководящие должности, на каждом рабочем месте увольнялись. Конкретных причин. Принимающие это решение люди сопровождали решение. Ты человек хороший, но тебя на этом месте не вижу. Однако, от места к месту условия и уровень компании зарплата увеличиваются, эволюционируют. Это отработка кармы или я как-то крепко надрешила, будучи руководителем? Я просто уверен, что человек, который задает вопрос, просто уверен. Не имеет достаточного уровня ответственности. Всё. Только одна причина может быть. Человек, допустим, не всегда надёжный. Надёжно себя ведут. Всё. Вот причина только одна, что либо так себя ведут, а не увольняют, не сильно тебе объяснить. Потому что бояться связываться с неответственным человеком. Есть какая-то брешь его, в его характере брешь. Или он не уважает старших, допустим, конфликтных. Или не ответственных достаточно. Или рассеянных. Надо эту брешь себе найти. Не надо думать, что вот плохие руководители везде, я такой хороший. Надо найти, в чём брешь свой, недостаток. И исправлять. Значит, так и будут увольнять всё время. Но ты бы прописали, потому что вы работаете над собой и развиваете. Поэтому всё выше должность. Но увольняет всё равно. Какая разница, с какой должности я увольняю. Это тоже жизнь лучше не становится. Поэтому надо найти причину и нейтрализовать её. Если бы я видел причину человека, я бы сказал, почему я увольняю. Почему бы видно сразу эту правду. Ладно, Лена, у нас тема сложная. Когда я начну лекцию, да. Можно спросить, Сергей Геннадьевич? Да. Как можно определить стресс в лидерстве? И как вот с ним взаимодействовать? Это целая тема. Мы обязательно будем обсуждать, как не выбирать. Это прямо целая тема. Но я не с неё начну. Я начну с того, кто такой лидер. Какие лидеры бывают? И вот эту тему мы будем обсуждать. Так, кто такой лидер? Лидер – это человек, который является в обществе старшим. Есть три типа энергии. Вообще вот у души есть три типа энергии. Есть энергия знания. Есть энергия счастья. Энергия вечности. Слово лидер всегда имеет отношение только к разуму. Разуму. Три типа энергии – это энергии души, энергии сознания. Они пропитывают всё наше, в том числе деятельность. И у разума, у человека есть ум, разум. У психического тела человека есть разум, ум и есть чувство собственного достоинства. Давайте сначала изучим эти вещи, потому что понятие лидера без них невозможно. Что такое чувство собственного достоинства? Чувство собственного достоинства основывается на поступках человека в прошлом, на его делах. Вот, допустим, есть очень сильные, достойные люди. Есть тем меньше достойных? Чувство собственного достоинства. Вы не переводите? Я перевожу. Я перевожу. Нет, я перевожу. Нет, я перевожу. И так есть разум, есть ум, есть чувство собственного достоинства. Чем чувство собственного достоинства отличается у лидеров? В нем очень много силы. Сильный человек. То, что мы называем банты, это как раз отсюда. Сила. Человек очень сильный. Откуда сила идет? От добрых дел, которые он сделал в прошлом. Чем больше человек делает добрых дел, тем сильнее достоинство из него идет. Он очень сильный человек. Он имеет большой багаж, большой багаж добрых дел. И это заходит в его чувство собственного достоинства и высвечивает человека. Он достойный. И его надо уважать. Если ты не уважаешь, лидера начинаются проблемы. Лидеры в основном даже не хотят иметь дело с теми, кто их не уважает. Просто не хотят иметь дело. Поэтому чем отличаются лидеры? Их чувство собственного достоинства так работает, что они с одними людьми будут иметь дело, а с другими нет. Они не видят смысла просто. Надо оценивать сильно, оценивать достоинство человека и усилие. Достоинство – это не просто ты себя что-то корчишь. Конечно, есть люди, которые себя что-то корчишь. Но достоинства нет, значит это просто глупая игра, которая никому не нужна. Есть такое понятие – величие человека. Понимаете, величественный человек. Что значит? Много добрых дел сделать. Видно, эта сила ведь наша человека. Мы должны уважать. Итак, чувство собственного достоинства. У всех лидеров сильное. Оценивать силу можно. Есть просто достоинство в невежестве, есть достоинство в страсти и достоинство в благости. Надо тоже определять, потому что ты должен знать, с кем имеешь дело. Достоинство в благости – значит, что человек стремится к Богу, к самосовершенствованию. Достоинство в страсти – человек стремится к успеху в жизни. И достоинство в невежестве означает, что человек стремится к самоутверждению. Три типа устремления. Самоутверждается – человек себя постоянно показывает, пытается всем доказывать что-то. Достоинство в невежестве. тоже лидер может быть. С ним очень сложно. Если достоинство в невежестве, лучше не связываться с такими лидерами. Они постоянно создают проблемы, всем вокруг. Достоинство в страсти. Человек чего хочет? Он хочет самосовершенствовать? Нет. Он хочет трех вещей всего. Первая категория славы, хотя от него нет. Первая категория славы. Вторая категория власти. Третья категория богатства. Деньги. Все. И если они этого хотят, они будут успешными в конечном счете? Нет, потому что эти желания отталкивают людей. Ты можешь их тщательно, завалированно скрывать, но если люди вскроют в тебе, что это желание главное в тебе в жизни, с тобой никто не будет иметь дело. И люди в благости, лидеры в благости, это когда у них желание все равно есть. Лидер в благости первой категории, у него есть желание от славы, но оно не главное в нем. У него есть что-то поважнее, об этом мы сейчас будем говорить. Руководитель второй, лидер второй категории, главный власть. У него есть желание власти, но не главное в его жизни. Не главное. Но желание есть. И он будет получать власть по мере развития. Первая категория будет получать славу по мере развития. Вторая будет получать власть по мере развития. И третья категория, у него есть желание богатства, но не главное в нем. И это значит человек в благости. И вот такие люди, их надо искать с ними, у которых мотивы правильные. Мотивы определяют успех для детства. И мотивы – это не чувство собственного достоинства. Это выше. Выше чувство собственного достоинства находится ум человека или его судьба. Допустим, вчера у меня была консультация у одного лидера по природе, по природе руководителя. И он меня спросил, вот я смогу с этим человеком вести бизнес? Ему, он руководитель по природе, есть четыре типа руководителей. Один, два типа административного плана, с людьми работают, а второй, еще два типа идеологического плана. Они развивают бизнес. Ему нужен был лидер идеологического плана. И он нашел человека, он честный, порядочный человек. Хорошее качество человека. Но он не может понять, какого размера декообраза он может съесть. Он берет на себя слишком большие задачи, которые он не выносит. И он говорит, я смогу с ним работать, я говорю, у вас не будет успеха с этим человеком. Почему? Потому что он, как наши выклиники, да волка съест. То есть он хватает на себя то, что он не может принести. И это его проблема, которую он должен годами решать, пока он не поймешь, как нельзя делать, и он будет неудачником. Он будет замахиваться на большое. Сначала вроде бы несешь-несешь, потом падаешь. И вот так вот, постоянно. И он согласился с этим, да, сказал, я так и есть, он так себя ведет. Поэтому это называется умственная плохая мозга. Это не характер человека, это его карма, судьба. Судьба человека такая, что он не оценивает свои возможности. Неправильно оценивает свои возможности. У человека есть возможности, а он не знает их, не понимает. Ну, допустим, почему у штангистов иногда грыжи вылазит на позвоночник какой-то. Потому что они не оценивают свои возможности, не понимают, какую штангу надо лезть поднимать, а какой нет. И так бывает тоже в лидерстве. Это означает судьба. Судьба мешает оценить. Бывает, хорошего человека нашел, но у него плохая судьба. Как определить судьбу человека? Вот вы нашли человека, он хороший, классный. Часто лидеры на этом покупаются. Вот хороший человек, такой мы душа в душу, классно все. Как определить судьбу этого человека? Ну, ты поговори с ним. Если он будет тебе рассказывать одно и то же, что в нем было десять раз, он сменил работу и все одно и то же. Значит, у тебя то же самое будет? Это называется судьба уже. Еще не сделайся. Это умственная энергия, судьба в уме находится. И есть разум еще. Вот разум это самое главное. И вот именно разум человека определяет его категорию. Потому что разум имеет три центра у нас в психике, три центра разума. Первый находится в области лба, вот здесь это центр знания, разума. Не чакра, и здесь аджин чакра есть. Это не чакра. Вот здесь еще находится более тонкая энергия чакры. Это умственная энергия. А есть энергия разума, она тоньше. Она находится в области лба, вот здесь. И через этот центр действует энергия знания у человека. Разум наполняется знанием. Вот здесь есть энергия разума у человека, в области лба. Это что, это мысли человека? Нет. А что это такое? Энергия знания, это что такое? Разум, это что такое? Сила позволяет понимать хитрингу. Да, это сила человека, это его интуиция, это его чистота, это его решимость. Воля к победе, целеустремленность, это все разум. Разум, это не ум. Это более тонкая субстанция, которая руководит жизнью человека. И разум стоит выше судьбы. Вот теперь сразу, вот первый психический центр находится в области лба, это центр знания. Второй центр разума в области сердца. Там находится энергия любви. Мы знаем, сердце и любовь. Там находится энергия любви и, как бы, энергия любви тоже в разуме действует. Лидер должен быть добрее ко всем. Он как отец и как мать. Старший означает любовь. Если старший не может любить никого, он и старший. Значит, центр сердца должен быть очень сильным. Должен быть разум у него лидера. Это разум действует разумом. И третий центр находится в области паха, центр разума. Это центр вечности, энергии вечности. И он тоже должен быть сильным. Потому что, если он слабый человек, трус, не может принимать решения. Он говорит, я не могу взять ответственность, не могу взять ответственность. Значит, вот центр разума не работает нормально. Значит, человек не может быть лидером. Лидер означает смелый человек. Любой лидер должен быть смелым. Нет смелости и нет лидерства. Ты должен брать ответственность, решение принимать. Есть что-то можно развивать, а что-то нельзя. Вот разум можно откорректировать как-то. Но есть природа разума, ее нельзя развивать. Да и жизни в жизни происходит. Это очень медленно. Вот как формировалась, допустим, земля. Ее горы, там, равнины. Они не меняются быстро, правда? Мы не видим, чтобы что-то изменилось. Там, допустим, пятьсот лет назад горы примерно такие же были. Но они меняются. Но это тысячелетие. Сотни тысяч лет меняется ландшафт на земле, правильно? Ну, за исключением Дубая. И цветочки вырастают. В некоторых местах, лет за двадцать такой раз, цветочек вырос. Вот, а так во всем мире, в основном, все, ландшафт меняется медленно. Так же и разум тоже. Меняется очень медленно. Из жизни в жизни человек копит свой разум. Силу разума, вот таких трех цветопорчиков. Копится из жизни в жизни. И копится в определенном направлении. И мы сейчас с вами разберем в целом три направления, которые существуют лидерских и одно не лидерских. Первое направление, все направления связаны с этими энергиями. Самое первое направление, человек считает, что знание спасет мир. Он просто убежден в этом. Чем сильнее убеждение, тем сильнее разум, вот этот верхний святофорчик разума. Чем сильнее человек верит, что знание спасет мир, тем сильнее видит. Первый святофорчик. Первый святофорчик, первой категории. Мы описываем первую категорию людей. У него первый святофорчик, знание спасет мир, работает на полную мощность. Второй святофорчик, означает доброта спасет мир, отношение с людьми. Забота о людях спасет мир. Наполовину, горит наполовину. И последний святофорчик, самый нижний, это святофорчик самосохранения. У первой категории людей не работает. У первой категории люди жертвуют свою жизнь ради других. У них нет самосохранения. Он не включен, святофорчик самосохранения не включен. Они просто отдают себя. Все. И это экспонирует. Вторая категория. Вот это вот, понимаете, вот эти святофорчики разгораются. Вот, допустим, человек в первой категории, чем больше он живет и делает добрые дела, тем сильнее у него первый святофорчик горит, тем сильнее, 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 сильнее. Тем больше он верит, что знание спасет мир. Понятно, да? Вторая категория. Руководитель человек покрывает. У него второй святофорчик, забота о людях спасет мир. Работает на полную мощь. Очень сильно. Это люди сердца. Руководители – это люди сердца. Это не люди знания, это люди сердца. Но при этом у них знание включено наполовину. Это означает, что руководитель может и лекцию прочитать, может и быть наставником для людей. Он знание у него есть, он мудрый человек. Но самое главное в нем – это его внутренняя концепция. Если у первого концепция знаний спасет мир, то у второй категории концепция другая. Устройство общества, правильное устройство общества спасет мир. Правильная организация жизни спасет мир. Потому что любовь к людям у руководителей проявляется через такой вид заботы, который называется организация жизни или власть. Поэтому вторая категория людей. Им нужна инструмент для первой категории – это слава. Чем известнее ученый или лектор, или священник, тем больше у него возможности давать знания. Для него инструментом является слава. Но нужна слава для того, чтобы давать знания. Второй категории – для инструмента, для того, чтобы реализовать свою мечту, построить общество, правильное общество. Второй категории – люди. они руководители. Они управляют процессами общества. Для них власть является инструментом. Без власти ты никому не нужен. Ты не руководитель. Нужна власть. Есть разные виды власти. Есть государственная власть. Есть власть физической силы. Есть власть интеллектуальной силы. И так далее. Есть разные виды власти, но руководителям нужна власть. И третья категория людей – у них тоже вот этот вот центр разума. А у руководителей третий светофорчик молчит. То есть они отдают свою жизнь. Они жертвуют собой. Две категории лидеров самопожертвованные. Первая категория – отдают себя легко ради знания. Там некоторые врачи заболевают, какой-то болезнью описывают ее и потом погибают. Ради знания отдают жизнь легко. Есть руководители, которые сражаются там за Родину, отдают свою жизнь. Ради мироустройства, порядка какого-то. Они легко, храбрость проявляют и отдают свою жизнь. В сражениях. В политике тоже иногда отдают свою жизнь. Политические есть войны. Заканчиваются тюрьмой. На поле битвы там заканчиваются головы, а политические войны заканчиваются тюрьмами и знаниями, репрессиями всякими. И третья категория лидера, у них тоже средний светофорчик вот этот горит на полную мощь. Они тоже хотят людям счастья. Но их понятие счастья людям отличается от категории первой. Потому что у третьей категории лидеров, у них спит верхний светофорчик. Вернее не спит, а он такой, не сильно работающий. То есть они на знания не опираются. Третья категория. Бизнесмены на знания не опираются. Они опираются на сердце. И у них наполовину работает третий светофорчик нижний. Означает достаток или самосохранение. И поэтому их концепция не такая, как у руководителей. У руководителей какая концепция? Они знания, законы используют для помощи людям. А бизнесмены достаток используют для помощи людям. Они считают, что не власть спасет мир, не мироустройство спасет мир, не знания спасет мир. Они считают, что мир спасет достаток. мир спасет благоспостояние. Чтобы люди имели достаточно холодильников на душу населения. Деньги, чтобы ням-ням было, чтобы хорошее жилье. И вот концепция бизнесмена. Так? Разобрали эти три и четвертой категории людей. У них нижний светофорчик работает сильно, самосохранение. Сильно работает на полной капусте. И дальше идут как бы разные варианты. Или средний сильно работает на втором месте. Или верхний на втором месте. То есть есть, другими словами, незрелые люди. Они четвертой категории. То есть у них есть предпосылки у кого-то к ученому. У кого-то к руководителю. У кого-то к бизнесмену. Но в целом они пока имеют просто одни предпосылки. Они еще летать не научились. Давайте теперь определим вот просто четко и ясно, чем лидер отличается не от нелидера с точки зрения желаний. Отличие очень простое. У лидера главные желания не направлены на себя в жизни. Они хотят что-то делать для других. Главное у лидера это не его личный интерес. В этом не у лидера главное, а личный интерес. Вот человек, допустим, бизнесмен кажется, но видно, что у него личные интересы главные. Может быть у него плохой чести хватает бизнесом заниматься, но он по факту не тянет на третью категорию. Те люди, только те люди, которые тянут, они являются успешными. Но Центр Пустим Савва Мамонтов там у нас, который с железной дороги строил до революции. Очень богатый купец. Один из самых богатых людей России. Он же благодаря нему был создан Театр Стариславского. И вот кинематограф весь, который у нас там был в разгрузке замечательный, это его вклад. Он на это очень много денег играл. И его желание было благосостояние людей увеличивать. И вот он этим занимался. Чтобы люди счастливы жили, вот такая же была. И поэтому он был очень успешным. И взятие любых успешных лидеров, они были всегда, жертвовали свою жизнь. Ленин, допустим, взять, как бы его не ругали, он отдал свою жизнь. Он был абсолютно человек, который не думал о своей жизни вообще. Да? Или взять любого лидера. Гитлер. Гитлер то же самое, безбашен абсолютно. Несколько раз его пытались убить, ему кофе, он продолжал этот период. У него была идея. У него была какая-то идея, она пусть неправильная, но он... То же самое у Ленина была неправильный день. Разницы нет между ними в этом плане. Но они были лидерами настоящими. Они отдавали свою жизнь. Ну и его поподибли как результат. Это природа лидера, он отдает свою жизнь. Он не щадит свою жизнь. Наполеон то же самое. Он же в конце концов попал в изгнание там, в жизнь свою отдал уже. В фильме проиграл свою битву главную. Но это по природе был настоящий руководитель. Отдавал легко свою жизнь. Когда человек занимает лидерскую позицию, но его личные интересы пересиливают, чем интересы общества, это создает очень большие проблемы для общества. Очень большие проблемы. И в конечном счете, какой лидер терпит неудачу в жизни. В конечном счете. Теперь у меня к вам вопрос. Вот у человека может быть такое. Очень много благочестия просто зашкаливает. Но при этом концепции сформирована неправильно жизнь. И это и есть самая большая проблема. У человека огромное благочестие. Он становится президентом страны. А его личные интересы ставят выше интересов людей. И тогда все копается просто. Страна вся просто крещит по швам, страдает, мучается. И очень тяжело людям жить с какими-то человеками. А когда у лидера очень много благочестия, его личный интерес на втором месте, а интересы людей на первом месте, тогда все процветает, развивается, все классно становится. Все прекрасно. Вот это разница между зрелым лидером и не зрелым. Но возможность быть лидером определяет все-таки благочестие. И именно благочестие, оно верхние светофорчики делает очень зажженным. Сильно. Потому что чем больше у человека благочестия, это что такое? Благочестие это количество добрых дел, которые у человека сделают. А добрые дела это что за дело? Это когда я отказываюсь от своих желаний и делаю что-то для других. Вот если я для себя что-то делаю, то добрые дела или нет? Нет. Добрые дела означает я что-то делаю для других. Мои хорошие. Когда человек в прошлой жизни много добрых дел сделал, у него все равно эти два светофорчика горят сильно очень. И это значит, что у него на первом месте или знания он людям будет давать, или власть будет давать, или достаток. Три категории энергии. Знания это верхние, да? Первая потребность души знания. Вторая потребность души любовь. И третья потребность души самосохранения. И три типа лидеров. Одни должны давать знания, другие должны заботиться о них, давать любовь, а третьи должны давать достаток людям. Так, три потребности, три энергии должны покрываться, иначе жизнь неинтересна станет. Ну допустим, людям дают знания, много знаний. Любовь тоже есть, достатка земли. Нормально будет жить? Дорог не будет, школ не будет, колодцев не будет, там воды не будет, ничего не будет. В пустыне? Достатка, конечно. Бедуины? На верблюдах? Вся жизнь сыра. Неинтересно, да? Нужна достатка, то есть энергия достатка, нужна если власти нет. Достатка много, знаний много, управлять все равно. Нормальная ситуация? Все развалится. Знаний нет, власть есть. Достаток есть. Как все делать, непонятно. Музыка 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 Музыка